всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале я благодарю всех на моих новых подписчиков канал постепенно растет медленно но успешно я этом очень радуюсь сейчас я включу зажгу боговонья жалко что камера вам не может передавать каждый раз те запахи которые я зажигаю они разные для чего я это делаю в принципе только для того чтобы мне нравятся запахи мне нравится вообще мне нравится атмосфера я очень-очень такой романтичный человечек и вот нету какого-то ритуального смысла на благовония просто для моего состояния вот так скажем и так тема сегодняшнего нашего расклада да вы видите называется диагностика ваших границ я хочу поблагодарить любовь лукова если я правильно произношу фамилию если нет я заранее извиняюсь английский ник вот и ну я могу ошибиться в комментариях был предложен любой задавала вопрос границах я хочу сказать что в самом начале создания моего канала я уже записывала расклад на эту тему да на тему границ для тех кто не смотрел можете посмотреть либо здесь либо здесь где-то на выйдет оповещение оповещение о том что ну ссылку на на этот расклад нажмете посмотрите а позиции у нас с вами сегодня будет 2 почему ой кто-то меня справляет позиции будет 2 почему потому что очень много вопросов вот и был бы очень большой расклад для трех позиций поэтому две позиции зелененькие красненькие камеши первая вторая позиция выбирайте пожалуйста это не от благоводия просто когда я начинаю чихать я никогда не мог остановиться на одном разе так и у нас значит раскладе будет 9 вопросов вопросы будут звучать таким образом как любовь их озвучила за исключение одного который я добавила вот все вопросы были в то в той формулировке вот прям без без каких-либо вмешательств вам не захотелось просто вот сделать так как было предложено ваше видение и так надеюсь вы готовы здесь в принципе много выбирать нет какой-то надобности да вы помните что на моем канале абсолютно неважно какая позиция до чтобы выберете то на что упадет ваш глаз то что вы почувствуете вас притянет ваш мозг мы уже говорили об этом неоднократно за 10 секунд до вашего принятия решения он уже принял что вот этого позиция моя ваша задача лишь среагировать на то что вы услышите отследить в себе эти эмоции эти реакции потому что в этом раскладе мы будем работать то есть ваша задача смотреть на какие слова вы реагируете возможно даже не не сама суть а именно какое-то слово она вас зацепит у вас появится реакция как приятная так и неприятные то есть не обращайте внимание только на неприятные приятные это тоже то что не то чтобы с вами стоит с этим поработать в контексте именно развертывание до самой информации то есть меня зацепило это почему именно это состояние о чем до что она мне даст и вот если вы будете созерцать да если вы будете рефлексировать на это слово либо на эти ощущения до информация которая должна распаковаться раскрыться внутри вас это случится здесь вопросы будет я в принципе подводку делать не буду по причине того что вопросы они сформулированы на самом деле таким образом что если внимательно их послушать то там уже содержится сама суть да например для чего вам эти границы нужны в общем давайте приступим в процессе разберемся и так позиции номер один зелененькие камешек и первый вопрос берем ручку бумажку кофе чай кто что любит можно вино покрепче да если кто-то любит что-то такое крепкое и записываем все свои реакции ставим на паузу знаю что многие из вас слушают по два-три раза и кстати тоже когда начинала смотреть расклады на каналах тоже записывал у меня это было важно почему важен вопрос границ давайте посмотрим позиция номер один почему важен для вас сейчас мы всегда смотрим в разрезе здесь и сейчас вопрос границ но выпадает девятка кубков девятка кубков у нас всегда говорит про удовольствие но всегда на колодах куда нарисован один персонаж и вокруг него кубки девятка на древес фирот это у нас всегда сфера и сот который управляет луной то есть это тот момент тот фильтр да когда мы созерцаем и здесь удовольствие она идет достаточно эгоистичная то есть девятка кубков у нас говорит о нашем личном удовольствии о нашем собственном наслаждении о том что мы хотим для себя почему потому что мы еще не наполнились у нас нет здесь кубков для того чтобы мы чем-то делились то есть здесь удовольствие акцент мы делаем именно на себе на том что приносит нам удовольствие поэтому вопрос почему важен вопрос границ потому что здесь может быть два момента либо вы не получаете удовольствие до от взаимодействия с миром от взаимодействия с людьми до либо вам сейчас такой этап когда вы что-то возможно переосмысливаете и вам не хватает вот именно вот это вот удовольствие до наслаждения либо после взаимодействия с людьми вы чувствуете себя пустошено то есть ощущение того что вот вы как будто бы еще не соединили со своим личным внутренним источником и вот ощущение что вот вам самим как будто бы не хватает вот этих вот эмоций состоянии до приятных а и вы как будто бы знаете закрываетесь да ну накопили в себе и как маленькие жадина держите почему потому что вам этих эмоций сейчас не хватает либо вы с огромным трудом их получаете и вот отдавать вы еще не готовы и поэтому границы вопрос границ для вас на данный момент важен и актуален минутку буду отмечать вопросы иначе я потеряюсь вопросах почему еще до важен вопрос то есть вам либо не хватает я уже сказала удовольствие нам либо вообще взаимодействие с людьми дается трудно а почему потому что опять таки почему важен вопрос границ на здесь вот присутствует какая-то знаете хотел сказать сначала конфликтность нет не конфликта здесь вам вскрывается понимаете вскрывается какая-то правда то как вы взаимодействуете с людьми вскрывается какая-то правда вскрывается какая-то истина после которой вы может быть даже и конфликты давно то есть не даже не столь конфликта сколько такая знаете беседа на острее ножа то есть кто кого либо ты меня поборешь либо я и вот при любом взаимодействии здесь получается такое вот ощущение что вас как будто бы а девятки куб когда приводят в четверку кубков то есть идет обестачивание так как будто бы вот у вас знаете вот ворует энергию поэтому границы для вас сейчас очень важно что такое хочу посмотреть а что же такого вот на этой колоде что же такого у вас произошло что вы есть ощущение того что вас опустошают понимаете вас опустошают стоит вам только каким-то образом взаимодействовать с людьми с миром после любого взаимодействия беседы вы как-то вот чувствуете себя потом в упадке не в ресурсе и вам кажется что вот только только я как будто бы собралась силами да было все хорошо поговорила с этим человеком и потом опять плохо вот что произошло у вас есть мечты здесь смотрите здесь произошла какая-то какая-то трансформация какие-то изменения возможно вы работали над собой да и это было связано с тем что у вас есть какие-то мечты какие-то планы да то есть вы видите мир достаточно тонко да я могу сказать что эмоционально и здесь вот появляется такое ощущение что кто-то грязными руками вот лезет обычно говорят грязными ногами да вашу душу вот здесь вот как то так то есть человек как будто вы заходите да и вот постоянно гадит постоянно как-то вас загрязняет вот это вот возможно ваше настроение у вас было хорошее настроение с кем-то поговорили потом вот как-то вот паршиво становится да как будто бы либо кому-то поделились какими-то своими мыслями планами фантазиями идеями и потом ну чувствуете себя вот как как какой-то вот ну грязный да вот а ощущение того что вот испачкались до прикоснулись к энергии другого человека и испачкались либо здесь а была трансформация когда вы ну чистили себя до чистили себя и закрылись возможно от каких-то людей но все равно полностью да здесь стопроцентная чистка еще не завершилась и поэтому вы очень бережно относитесь к себе очень бережно вы как будто бы увидели свою ценность красоту свою собственную до поняли и вы сейчас вот так аккуратненько да с любовью к себе с уважением к себе относитесь и как будто бы стали более избирательны как будто бы вам пришло вот это вот понимание и осознание что если я не буду разборчивым да буду с кем попала там общаться либо впускать свою жизнь то мне ну потом очень плохо то есть вы как будто бы поняли вот эту вот суть что если я хочу чтобы мне было хорошо по жизни чтоб я получала вот это вот удовольствие да то надо быть более избирательным с кем я общаюсь и вот а вот здесь вот это произошло после каких-то трансформации и изменений а вот то что вот осталось вот это вот остаточное явление у вас да почему здесь на карте у нас идет когда девочка отмывает в чистых водах этого как его водопада свои руки дам здесь вот осталось что-то такое негативное осталось знаете вот то что вы в прокручиваете в своей какую-то таргедию да вот если вы работали действительно с трансформации с какой-то вот перемены с чем-то с осознанием понимание себя да если вот расклады да вот это вот трилогия которая у нас была разговоре в душе если бы ее осознали достаточно хорошо то последний вот сценарий который ну остался еще одним не высвеченным да это как раз история некого такого трагизма да когда вот я остался один в одиночестве и вот начинаете думать каких-то своих уроках о каких-то своих ошибках и вот это вот плачущая его ну вот это вот состояние драматизма какого-то до такой трагедии древнегреческой до которая здесь разворачивается у вас вот это вот остаточное ваше явление которое вы все-таки еще пока прокручиваете в своей голове и вот поэтому здесь даже знаете иногда может быть не столь при взаимодействии с миром а сколько самим собой то есть вы иногда погружаетесь вот эти вот негативные свои воспоминания трагические и вы чувствуете потом сами опустошенного и после всех этих мыслей но это было сказано к тому что предшествовало да почему для вас ваши границы очень важны потому что у вас была трансформация вы хотите возможно научиться как-то по новому но хорошо для чего мне эти границы для чего вам границы сейчас подать двойка кубков да а для для гармонии для гармонии для внутреннего состояния баланса для знаете вот такого вот спокойного правильного взаимоотношения да когда ровно хорошо когда и нет вот этих вот всплесках всплесков эмоциональных которые вас тоже выматывают и нету потом для выравнивания в той же степени вот этих вот негативных эмоций и здесь как раз и карты показывает для того чтобы завершить вот этот вот во первых суету которая постоянно есть вашей голове а с друг с одной стороны а с другой стороны вот это вот постоянное метание до какого-то выбора определение себя непонимание да куда мне двигаться что мне делать и хочется уже вот прийти как раз таки к десятке кубков то есть мы начинали с девятки до когда вам вроде бы хорошо но все равно вы как-то еще закрыто от взаимодействия с миром да как-то но себя бережете себя охраняете в конечном итоге вы хотите прийти к десятке кубков когда вам будет хорошо когда вы слегка сможете пойти вот в этот мир взаимодействовать не бояться не переживай что вас кто-то ранит что как-то обидит даже если это случится вашей жизни вы будете ну найдете тот правильный способ до взаимодействия и реакции на людей, либо на ситуацию. То есть какой-то, знаете, внутренний баланс, внутренняя гармония, понимание себя, понимание мира. И границы вам нужны для десятки кубков. Для того, чтобы чувствовать себя в эмоциональном, очень приятном и приподнятом состоянии. Хорошо, давайте мы посмотрим теперь, что я хочу защитить своими границами и от кого. Что вы хотите защитить? Посмотрим на эпическом таро. Что вы хотите защитить своими границами и от кого? Или от кого? Что вы защищаете? Для чего вы хотите выстроить границы? Знаете, здесь ощущение того, что вы хотите как будто бы выстроить свой какой-то мир, такой вот стабильный, успешный, такой фундаментальный, в котором не было каких-то вот таких вот колебаний и ничего не могло бы пошатнуть. То есть, знаете, какой-то вот фундамент плотный такой достаточно, стоять так хорошо, уверенно на своих ногах, чтобы любые ситуации, с которыми бы вы не столкнулись, они бы вас не выводили эмоционально, либо как-то материально из себя. Здесь вот это вот состояние. С одной стороны, с другой стороны, вы защищаете свою семью, защищаете свой материальный мир, тот, который вы выстроили. То есть, иногда вы даже можете как-то вот достаточно быть агрессивными и резкими, когда вам приходится защищать свои ценности, то, во что вы верите. Но в данном случае здесь ценности могут быть как материальные, то есть то, что вы уже имеете, дом, может быть какая-то недвижимость, финансы свои, либо ваша семья. Здесь ощущение того, что вот то, что вы наработали, да, то, чего вы заслуживаете, вот вы этого защищаете, это защищаете. Причем это как-то, знаете, вот словесно в коммуникациях. Возможно, вы даже еще и защищаетесь от каких-то вспышек, да, от каких-то вот, может быть, эмоциональных взаимодействий с людьми. Это не обязательно конфликты, но это вот может быть то, что вот выводит вас из баланса. И, знаете, это может быть по императору любой человек, да, не обязательно только если вы замужем, например, ваш муж, это будет любой авторитетный в вашей жизни человек. Это может быть ваш работодатель, это может быть ваш отец, это может быть ваш муж, либо человек, который имеет на вас влияние при условии того, что он вас каким-то образом ограничивает. То есть вы защищаетесь, либо, если это не человека, возьмем в общем, да, как состояние, вы защищаетесь от любых каких-то вот рамок и ограничений, но с другой стороны вы эти рамки ограничения ставите самостоятельно. Здесь ощущение того, что вот я не хочу, чтобы кто-то мне как-то указывал, как мне быть, что мне делать, да, но при этом я четко опозначиваю сам либо сама, как я хочу. То есть от других вы как будто бы не принимаете этих угасаний, вот, но сами, да, сами для себя, то есть вам как будто бы никто не указ. Вот здесь вот, знаете, еще есть ощущение какого-то вот родительского влияния на вас, либо вашей семьи, либо вашего рода. То есть это вот люди, которые, знаете, вот я сказала, да, вмешиваются в вашу жизнь каким-то образом, и они вам указывают, как вам нужно жить по каким-то правилам, да, может быть, нормам. В ваших глазах это являются какие-то догмы, вот, и вам это неприятно, и вот вы защищаетесь, да, здесь ощущение того, что вот граница одна общая, и вот вы изнутри выдвигаете, да, давите, а вам вот влияние, да, вот вашей семьи, либо ваших родных, ну, вот очень близкие здесь люди, здесь не посторонние, они вам давят с такой же силой, то есть чем больше вы, тем больше они вызывают какое-то сопротивление, да, и здесь вот кто кого передвинет, кто как-то вот место больше займет. Так, сейчас так, камешек, смотрим дальше. Переходите ли вы границы других людей? Давайте посмотрим. А вы переходите? А вы знаете, я не могу сказать, что вы переходите границы других людей, да, вы, как правило, тот человек, который больше, опять-таки, проигрывая сценарий трагизма, больше как-то позволяете, скорее всего, другим переходить ваши границы. Я не вижу, чтобы вы переходили, но люди, которые достаточно такие вот огненные, яркие люди, которые могут называться, знаете, лидерами, да, может быть, где-то шуточками своими, а может быть, люди, которые любят критиковать, люди, которые вот уверены, да, с завышенной самооценкой, они могут вас подавлять, да, то есть они могут переходить ваши границы, а вы в этот момент, вы не даете им отпор, а наоборот погружаетесь в себя глубоко в поиске того, что не так. Почему я, допустим, позволила другому человеку, да, здесь ощущение некого такого эгоизма, да, что люди с какой-то наглостью, хамством пересекают ваши границы, а вы ощущаете, как будто у вас, знаете, в этот момент, как будто бы нету возможности, да, дать им отпор. Вы чувствуете себя связанной по рукам и по ногам. Почему? Потому что здесь могут вступать, опять-таки выступать, либо профессиональная какая-то сфера, да, ну, допустим, здесь речь идет о вашем работодателе, да, и вы как-то вот, ну, он может вести себя достаточно нагло и используя свое место, да, не соблюдая субординации, а вот вам как будто бы вот это не позволено, да, то есть есть какие-то ограничивающие факторы. Это может быть связано, как я сказала, с работой, либо это может быть связано как-то с финансами, либо наоборот, допустим, вот как у меня, да, есть канал, и вы презентуете себя, и когда начинаете, например, сталкиваться с людьми, которые там хамят, либо, ну, не очень красиво, либо критикуют, и не очень хорошо ведут себя, вот здесь вот у вас как будто бы связаны руки, что, ну, я публичная личность, да, я же не могу, допустим, в кавычках упасть до уровня этого человека и также ему оскорбить, а по-другому этот человек не понимает, то есть тебе нужно либо стать таким же, как он, да, там, нахамить, нагрубить, там, я не знаю, послать в сад, вот, чтобы человек понял, а хорошим, простым языком человек не понимает, а с другой стороны вот этот вот такой, а вы умеете только простым, ну, красивым языком говорить, да, и почему, потому что это будет как-то вот противоречить вашим внутренним правилам, то есть, ну, я не буду опускаться, допустим, до твоего уровня и разговаривать с тобой на твоем языке, а иначе ты не понимаешь, вот здесь вот это вот ощущение, что у вас связаны руки и ноги, что я не знаю, как себя повести, да, и вот вы погружаетесь в себя, да, чтобы, как бы вам себя вести таким образом, чтобы не растерять то, что у вас уже есть, но здесь я вижу, что другие люди переходят ваши границы, я не вижу, чтобы вы переходили границы других людей, как я вижу идеальное состояние своих границ, как вы видите, да, ну, вот, когда, знаете, все, когда есть какой-то некий обмен, да, когда вы взаимодействуете с людям, вот, как продавец и покупатель, да, то есть я тебе услугу, ты мне деньги, я тебе это, ты мне что-то другое, и причем это, знаете, это с какой-то вот заботой, с пониманием, да, с уважением, с некой такой любовью, когда границы присутствуют, но при этом нету тех людей, которые нарушают, да, вот здесь вот ощущение какой-то вот такой заботливости, то есть вы к людям относитесь вот с теплотой, да, с какой-то вот любовью, пониманием, и вы хотели бы, чтобы и к вам так же относились, вот вы видите свои границы вот такие, вот достаточно идеальные, но при этом периодически хотите их расширять, да, периодически, то есть, знаете, как, здесь не то, чтобы вот вы выстроили какие-то свои границы, и все, тогда нету какого-то развития, но когда вы идете в нечто новое, вы так или иначе свои границы расширяете, и где-то, возможно, переступаете пороги, либо других людей границ, да, либо каких-то ситуаций, и здесь вы так или иначе сталкиваетесь с чем-то новым, и тогда вот у вас появляются уроки, которые вам нужно проходить, на самом деле вам очень сложно идти в новое, не в контексте, что вы держитесь за старое, а в контексте того, что любые новые ваши движения, они связаны с тем, что вот вы встречаетесь с новыми уроками, да, то есть вы сделали какой-то шаг в новом направлении, например, что-то хотите изучить, вот, и вам нужно, и столкнулись с тем, что вы не знаете, и вот здесь вот вам приходится взаимодействовать, да, как-то либо с другими людьми, и вы чувствуете себя немножечко некомфортно, да, вы чувствуете себя некой такой жертвой, что вот опять, да, то есть каждый раз, когда вы идёте в новое, вы сталкиваетесь с неизвестностью, и вот эта вот неизвестность, она вас всегда подвешивает, в этой неизвестности вы всегда чувствуете себя некомфортно, как маленьким человеком, да, который, ну вот, знаете, здесь ощущение того, что у вас восприятие мира одно, а когда вы начинаете взаимодействовать с людьми, вы сталкиваетесь с тем, что вас как будто бы не понимают, как будто бы ваш мир, он не вписывается в мир других людей, как будто бы он идёт, вот знаете, вот вверх тормашкой, ощущение, что вот у вас очень много духовности, да, каких-то ценностей, а внешний мир, он достаточно материальный, и вот здесь вот тут постоянно столкновение, поэтому вам несложно идти в новое, вы можете адаптироваться под новое, да, то есть вы не тот человек, который как-то боится, либо ещё что-то, нет, ну вот каждый раз, когда что-то новое, вы уже себя подготавливаете к каким-то трудностям, что вы обязательно столкнётесь с тем, что ваш мир, это не внутреннее, это, ну, то есть ваше восприятие мира, оно не такое, какое есть на самом деле, и вот эти вот столкновения, они вам неприятны, будто вы выходите по одному и тому же сценарию, а какое на самом деле, да, у вас такое, а какое на самом деле, посмотрите, я же говорю, что это, ну, не совсем, ну, перевёрнутое, не совсем такое, какое есть в реальности, то есть вам кажется, что здесь нужно как-то чем-то жертвовать, как-то, ну, подвешивать себя, какие-то уроки, трудности, это всё нужно преодолевать, всё такое, а на самом деле, мир, он достаточный, изобилен в вашем случае, и здесь вопрос непосредственно связан касательно вашего выбора, то есть что вы выбираете, и ощущение того, что вот вы выбираете, как будто бы самый трудный путь, да, но это связано с вашим выбором, то есть если вам дать что-то лёгкое, и дать вам что-то трудное, то вы как будто бы не притягиваете это лёгкое, вы не притягиваете то, что, допустим, вас как-то наполняет, потому что это легко, да, вас больше манят те перспективы и те горизонты, где есть какие-то вот трудности, то есть на самом деле это ваш выбор, вы выбираете вот эти вот все сложные ситуации, потому что вам кажется, что вот в этих сложных ситуациях вы растёте, вы растёте, вы чему-то обучаетесь новому, и поэтому с одной стороны вы движетесь постоянно в новое, а с другой стороны вы это новое выбираете самым сложным, самым таким трудным путём, ну это знаете как это, всегда есть левел, да, разные уровни, либо ты выбираешь как для начинающих, да, более средних, и вот последний уровень, да, для профессионалов, вот вы как будто бы сразу выбираете для профессионалов, и ясный пень, что это будет самое сложное, здесь нужно прикладывать усилия, но вы чувствуете внутри себя этот потенциал, что вы готовы дойти до уровня, то есть вы способны, у вас есть такие возможности дойти до уровня профессионала, поэтому выбираете такой путь, но если бы вы выбрали, допустим, путь новичка, да, он бы вам давался легко, да, и тогда бы у вас не было вот этих вот взглядов на мир, что и на границе, что вот всё так сложно, да, здесь просто вопрос того, что вы выбираете, либо здесь понимаете, здесь вы, ваш путь, он выбран вашей душой таким образом, чтобы накапливать какой-то опыт, и в вашем понимании, чем больше вы преодолеваете, да, что-то, тем больше вы себя как-то уважаете, вы себя возвышаете, вы себя понимаете и любите, а вот если когда всё так легко, ровно, спокойно, с наименьшим каким-то потенциалом, и как следствие затратами, да, энергетическими, вас это, ну, вас это не привлекает, это как будто бы не ваше, это, знаете, это как будто бы, ну, какой-то вот детский сад, какой-то такой, что-то начинающее, это неплохо, это ваше восприятие, то есть на самом деле, мир, он достаточно дружелюбный, и здесь вопрос только в вашем выборе, если вы выбираете, допустим, пример приведу, чтобы вам было понятно, если вы, допустим, для отношений выбираете для себя какого-то партнера, когда вы изначально видите, что он не вашего уровня, но вам нравятся трудности, вы говорите, что окей, есть какие-то чувства между нами, я смогу этому человеку помочь, как-то, знаете, вот дорастить его до себя, до своего уровня, и это понятно, что, ну, как-то сложно, но вы с этим справитесь, да, и в конечном итоге, да, вы проходите там все возможные трудности, расставания, проблемы, там, драма, конечно же, обязательно должна присутствовать, да, и вот по итогу вы расстаетесь, и потом вам кажется, что почему я не могу найти подходящего партнера, а вопрос был, потому что вы изначально выбирали то, что даст вам развитие, это не то, что вам не подходит, а это то, что дает вам изначально развитие, потому что для вас это важно, да, рост, познание, процессы, если бы вы выбрали изначально готового такого партнера, когда вкладываться в него не нужно, он уже готов, вам было бы неинтересно, то есть, а где я смогу раскрыться, а где я могу проявить себя, понимаете, вот здесь вот, ну, вот этот пример переместите на любые свои ситуации, Как я воспринимаю текущее состояние своих границ? Ваше текущее состояние границ. Смотрите, здесь опять-таки есть потенциал к тому, чтобы к чему-то научиться. Есть потенциал к развитию, к тому, чтобы найти какие-то свои вопросы, ответить на какие-то свои вопросы. Здесь дублируется у нас рецепт кубков. То есть здесь, знаете, ощущение того, что вы сейчас находитесь как будто бы в самом начале выстраивания своих границ. Почему? Потому что как будто бы сейчас вы только узнаете свою душу. То есть раньше, я не знаю, у вас как будто бы не было ощущения, давайте скажем не душу, а себя. Вот так, как вы себя воспринимаете. Ощущение того, что раньше у вас не было этого восприятия. Вы как будто бы не прислушивались к себе. А сейчас вы после всех этих трансформаций, вы как будто бы стали потихоньку выстраивать границы. То есть вы учитесь, вы на самом начальном этапе, какое восприятие, да, на данный момент. Вот что вы только учитесь выстраивать эти границы. Да, вы, конечно же, обучаетесь, вы пробуете. Вот я говорю, вот вы на самом начальном этапе, но плюс здесь заключается в том, что вы уже понимаете, что вы ценность. Пускай вы только в начале того, как надо правильно взаимодействовать и выстраивать границы, но свою ценность вы уже осознаете, вы уже понимаете, что вы тот драгоценный кубок, который надо беречь. Вы являетесь той душой, той красотой, которую так или иначе надо охранять как-то, да, чтобы вот кто попал, не лез своими грязными руками и ногами в вашу душу. То есть вы, если раньше у вас такого опыта, был у вас вообще опыт, раньше вы устраивали границы? Да, знаете, вот раньше у меня выпадает краски «Десятка кубков» и «Императрица», раньше у вас было понимание, я не могу сказать, что раньше вы выстраивали границы, но раньше у вас было вот это вот состояние и понимание прекрасного, да, как во внешнем мире, так и внутреннем. Потом, возможно, произошли какие-то ситуации в вашей жизни, да, где кто-то вас ранил, кто-то вас, возможно, обидел, какие-то сценарии не очень приятные, вы проигрывались и вы закрылись. И сейчас вы по-новому как будто бы учитесь возвращаться вот в то состояние изобильности, которое у вас было, но при этом вот раньше у вас не было этих границ, понимаете, вот вы были вот этим вот, как это сказать. Вот у меня идет, да, как будто бы какой-то вот парк, да, красивый парк, который не огороженный, и он как будто бы мог радовать всех, и в какой-то момент, когда узнали о расположении этого парка люди, в него стали входить разные люди, да, кто-то ухаживал за ним, да, кто-то наслаждался, а кто-то, наоборот, гадил. И вот этот вот момент, да, вы как будто бы утратили, потому что вы стали понимать, что цветов стало меньше, да, леса стали вырубать, и вы как будто бы поняли, что границы-то все равно надо выставлять, то есть надо как хотя бы окранника, да, поставить, либо какого-то сторожа, чтобы ночью, по крайней мере, не впускали ненужных людей туда. Вот, и в вашем случае вот такое есть, то есть у вас есть это понимание, да, вот этой вот изобилия внутреннего, да, вот этой благодати, чем вы наполнены. Но сейчас вы, то есть раньше вам казалось, знаете, вот, что весь мир действительно един, и вы прекрасны, и другие люди тоже прекрасны, и поэтому как будто бы это само собой разумеющееся, то к вам будет относиться с уважением. А в процессе своей жизни, своего жизненного пути вы столкнулись с тем, что оказывается мир-то ваш внутренний, он действительно богат, но люди есть разные, и с ней которыми нужно действительно выстраивать границы, и после того, как потоптались очень хорошенько по вашему этому парку, вы поняли, что нет, наверное, надо хотя бы со сторожевого завести, да, чтобы туда как-то вот не впускать. То есть сейчас у вас есть уже понимание вот этой вот своей внутренней красоты, да, что если вы не будете беречь, если вы не будете взращивать сами себя и беречь, то есть здесь возникает вопрос, а для кого, то есть на, понимаете, здесь речь идет о том, что раньше вы были неизбирательными, понимаете, во всем это было, в ваших отношениях, в еде, то есть вы были для всех, вот душа на распашку. И вот то, что я говорила про выбор, да, когда вы встали на путь вот этого самого трудного, самого сложного, вам это стали давать разнообразных людей. Если вы пошли на самый легкий путь, то вы бы выбрали тех людей, которые, допустим, вам в унисону, тогда бы вы ничего не научились, но вы же выбрали трудный путь, поэтому вам давали разных людей, чтобы понять и показать вам разнообразие мира, как вам нужно взаимодействовать, то есть вы не можете со всеми взаимодействовать на равных. Я надеюсь, вы это очень и очень прекрасно понимаете, по крайней мере на себе. Вот ваше текущее состояние такое, да, то есть вы его воспринимаете, как будто бы вы только учитесь выстраивать границы, а какое оно на самом деле, вот хочется. А какое оно на самом деле? А вот на самом деле оно действительно состояние ваших границ, а на самом деле оно изобильно. На самом деле просто вас действительно обучают ценности любви, вот именно ценности вас, именно вашего состояния. Здесь вас обучают, насколько ваша энергия, она очень вкусная, она очень такая, вы знаете, вот полезная, ценная. Насколько вы можете своими состояниями взаимодействуя с другими людьми их исцелять. Насколько вот здесь, знаете, столько вот благодати и столько эмоций. И на самом деле через вот эти вот трудные пути, да, через лишение, тот путь, который выбирает ваша душа, да, вы приходите как раз-таки к ценности того, чтобы ценить свои состояния, да. Ценить, что если я раньше, как бы так сказать, допустим, улыбалась для всех, да, и я не понимала, насколько это хорошо, насколько это полезно, то после того, как вы перестали улыбаться, да, допустим, люди вам стали писать, ой, а вам так хорошо было с улыбкой, да, либо вам идет улыбка. То есть вы стали понимать, стали обращать на это внимание. То есть через утраты вы как будто бы обращаете внимание на то, что действительно ценно, на то, что действительно важно. Ну да, вот вы теряете и теряли что-то такое ценное для вас, да. Это может быть как материальное, может быть как нечто духовное, это могут быть и люди, но здесь какие-то утраты как раз-таки для понимания того, что вот когда вот вы постоянно находитесь, вот то, что я говорила ранее, когда вы постоянно находитесь в радости, в счастье, вы не понимаете вкус и смысл как будто бы жизни. И вот где-то это глубоко на вашем бессознательном, вы это осознаете, поэтому вы выбираете трудный путь. То есть не вините себя, почему я выбираю трудный путь, не могу жить, как все люди, спокойно, нет. Просто потому, что у вас способности больше, да, еще раз скажу, туз кубков он наполнен. Вы наполнены, вот это вот ваше состояние души, оно намного, ну такое вот более емкое, да, у вас есть более такие глубокие понимания, нежели у кого-либо другого. Вот, и вот здесь вот у вас как раз-таки такой достаточно широкий спектр вашего чувственного аспекта. Хорошо, следующий вопрос. Чему нужно научиться, чтобы гармонизировать свои взаимоотношения с внешним миром? Вот чего вам нужно научиться? Мы сказали, да, что вы еще прокручиваете здесь вот эти вот свои трагизмы, но чему вам нужно научиться, чтобы гармонично взаимодействовать? Вот как раз-таки кто бы сомневался. Выпали две карты, да, то есть, во-первых, вам нужно понять, что внутренний мир – это ваши проекции. Банально звучит, но вот это вот в вашем случае именно так. Почему? Потому что у вас очень большой потенциал. Уже, наверное, десятый раз говорю за расклад, но в какой-то момент вы должны это ощутить, что у вас огромный потенциал, и что вот своими внутренними проекциями, да, своими внутренними мыслями, особенно когда вы включаете вот этот свой трагизм, внутри вас все так трагично, все так несчастно, жизнь, трудности сплошные, я везде жертва, меня обижают и так далее, и так далее. Когда вы включаете вот это вот эго, вот эту свою жвачку, которую мы рассматривали, да, в предыдущих раскладах, то и мир как раз-таки вам и поворачивается, ну, показывает это, да. То есть вы проецируете на мир то, чем вы наполнены. И здесь вам нужно проработать осуждение. Не осуждение мира, а вы осуждаете себя. То есть сейчас, поэтому вы видите, что вы находитесь на начальном этапе выстраивания границ, что вы как будто бы понимаете, начали понимать и осознавать себя, поэтому вы в девятке кубков, а вы хотите прийти к десятке. Но вот здесь вот у вас еще есть иногда внутреннее осуждение, да. Вот, допустим, то, что я говорила, пример, почему я опустилась до уровня вот этого человека, да, чтобы ему как-то вот ответить на его хамство, да. Но здесь, опять-таки, по сценарию проекции вам нужно понимать, что это вы спроецировали вот эту вот ситуацию, чтобы этот человек появился в вашей жизни и с вами так обращался. Почему? Потому что где-то вы внутри себя сами о себе не очень хорошо отзываетесь. Где-то вы внутри себя очень критично, да, я бы сказала, самокритично к себе относитесь. Возможно, у вас какие-то требования есть к себе. Здесь вот вы как будто бы боитесь, здесь ощущение какого-то страха взаимодействия с миром. Я же сказала, что вот у вас жизненный путь, он все время сталкивается с какими-то трудностями и сложностями. И вы идете в новое, вы идете причем с удовольствием. Я не могу сказать, что вам вот это вот новое всегда, оно дается трудно. Нет. Но вы заранее как будто бы ожидаете того, что вот вас, ох, опять будет критиковать. Ну ладно, я уже привыкла. Ну то есть вот как будто бы заранее ожидаете что-то не очень приятное. Поэтому вот вам нужно с одной стороны четко понять, что вы проецируете, да, почему вы это проецируете, для чего вы это проецируете на внешний мир. Возможно, вы это проецируете для того, чтобы проработать, да, то есть внутри себя. Вы же не можете заглянуть и посмотреть на себя. Когда ситуация случается вовне, вы видите, что что-то произошло, вы видите, живого человека, вы понимаете, как можно с ним взаимодействовать. Это внутри вас живет на самом деле, да. То есть здесь вам нужно будет с этим немножко разобраться. Хорошо. А кто или что вам поможет в этом? Ну, проработка вот ваших каких-то материнских сценариев, да, либо ваш материнский, либо вы в детстве, да, когда вот здесь вот ощущение того, что вот в детстве вы делали, либо вас заставляли делать то, что вы не хотите. И вот вы, знаете, вот как маленький ребенок через трудности, да, я не хочу это делать, но вот меня заставили, я это сделала, да, преодолела это, но я этого не хотела. Вот здесь вам нужно вот понять и разобраться как будто бы со своими желаниями. Когда вы поймете, чего вы хотите. Здесь ощущение того, что вот вас, понимаете, вас куда-то ведут, вас тащат, а вы этому сопротивляетесь. И вот здесь вот, кстати, у вас снова, когда вы в новое идете, это ваша первая реакция. Она говорит о том, что вот вам что-то новое предложили, вы сразу нет, нет, это не так. Но потом, когда сядете немножко порефлексируете, вы понимаете, что да, человек был правдой. А почему вы мне не попробовать? Но первая реакция всегда отрицание. Первая реакция, нет, я не хочу, я туда не пойду. Потом, когда подумаете, вам нужно время немножко размыслить, вы все равно идете в новое. Потому что, ну, во-первых, это ваша природа, да, идти вот в это новое. Но вам поможет именно вот понимание, почему вы все время вот отрицаете, да, ну, для чего вот этот вот механизм у вас срабатывает. Он идет из детства. Как будто бы вас все время тащили против вашей воли. Ощущение того, что вы проживаете жизнь против своей собственной воли. А когда вы задумаете, а что есть моя воля на самом деле, вы очень удивитесь, потому что ваша воля, она как раз и есть то, куда вас тащит. Здесь такой вот интересный момент, да, ну, залечить свои какие-то детские травмы, да, болячки. Ну, это ясное дело, мы не будем сейчас разбираться с какие, но вот подумайте. Из детства. А что вам мешает? Что вам мешает взаимодействовать с миром гармонично? Ну, вот вытаскиваю одну карту на другую, здесь как раз-таки осуждение, да, вот страх именно того, что вас будет осуждать. Да, то есть вы как будто бы понимаете, вы живете с ожиданиями, что вас не примут. Здесь такое чувство, вы с огромным, еще раз скажу, с огромным потенциалом, с огромными способностями, и вы их не реализуете по причине как раз-таки того, что вы не хотите слышать осуждение, вы не хотите слышать критику. И когда вы что-то делаете, а вы начинаете это делать, пускай не сразу, но начинаете это делать, вы заранее себя программируете на то, что меня будут критиковать, и иногда вот это вот чувство, ой, зачем мне это делать, все равно, ну, никому это не нужно, да, все равно опять скажут что-то, и я буду расстраиваться, ну, лучше я не буду, то есть вы отказываетесь от многого чего и лишаете себя сами самостоятельно только по причине того, что вы боитесь вот этих вот осуждений. Вам мешает вот эта вот критика, да, то есть здесь вам нужно понять, почему вы опираетесь на мнение других людей, да, которые для вас в принципе не являются авторитетом. Ну, то есть вы как будто бы маленький ребенок и смотрите на мир с осуждением и в ожидании, что вас будет осуждать. И вы это притягиваете, потому что прорабатывается вот сценарий проекции. Хорошо, как поступать, когда чувствуешь, что твои границы нарушаются? Как же вам поступать? Я прямо вот возьму по одной карте, из каждой колоды, это последний вопрос. Как же вам поступать, когда чувствуешь, что ваши границы нарушаются? Как же вам поступать? Знаете, здесь негативный сценарий, надо было бы мне взять, наверное, позитивный, вот, и посмотреть. Ну, здесь была карта, которая называет «Потерянное детство», да, то есть здесь ощущение того, что вот вы как будто бы с детства были таким взрослым мальчиком, либо взрослой девочкой, да, и вот у вас как будто бы не было вот этого вот детства, как будто бы лишили себя какой-то легкости, и с самого раннего детства вот все на себя тащили. И поэтому, как вам поступать, хочется сказать, прикиньтесь маленьким ребенком, да, прикиньтесь дурачком, ну вот по глупцу, да, по шуту, можете посмеяться, можете повселиться. Как вам поступать? Действовать так, как действовал бы маленький ребенок. Здесь выпала карта служения, да, то есть если вы выбираете самый трудный путь, то принимайте его просто как служение, знаете, не кому-то другому, а если вы будете смотреть на мир, как пишется в Писании, да, что Бог есть в каждом из нас. Вот если вы будете смотреть, наверное, на каждого человека, не на как, на Бога, да, потому что, ну, если вы не религиозные, то это сложно представить, просто представляете, как пишет в песне «Не лето», да, в последней из его песен, вот он как раз-таки говорит о том, что если бы весь мир, был бы я. Вот представьте, что весь мир, да, это вы, и человек, с которым вы взаимодействуете, более тот, который вам неприятен, это не кто-то другой, а это вы, да, то есть вы как будто бы сами с собой беседуете, и вы сами себе говорите те гадости, то есть не видите, ну, так сказать, не смотрите, что это другой человек, а представьте вместо этого другого человека самого себя, да, вот сейчас, допустим, на моем месте не я, а вы увидите сами себя, и вы как будто бы вы сами себе это говорите, вот такая вот реакция должна быть, да, чтобы вы себе, ну, как бы вы себя повели, как бы вы поступили, вот как если бы на месте другого человека были бы вы, еще как, как бы вы поступили, да, как вам поступать, когда вы чувствуете, что ваши границы нарушаются, как вам поступать, ну, во-первых, не закрываться, не закрываться, потому что вы начинаете бояться, бояться, и этот страх, он опретает и какие-то рамки, да, то есть он вводит вас в какие-то рамки, вы закрываете, вот это вот неправильно, вас обидели, вам что-то сделали, и ваша привычная реакция скрыться, закрыться, боже мой, как она называется, такое, знаете, некое оцепенение, нежелание действовать, убежать, скрыться, вот, а вам это не надо, ну, это вот представьте какого-нибудь гиганта, этого, гульвера, да, вот гульвер в стране лилипутов, и вот, допустим, лилипуты взяли эти веревки и сказали гульверу, сейчас я тебя, значит, свяжу, и он как будто бы испугался, и сидит такой, знаете, а там эти вот маленькие лилипутики бегают вокруг него и связывают его веревкой, ну, смешно, правда ведь, почему, потому что он такой, ну, огромный, он сам может защитить себя, он сам может убить этих лилипутов, потому что, ну, категории-то разные, вот, вот вы, вы, такой гульвер, вот это вот ваш потенциал, и со стороны это кажется очень, ну, нелепо, да, абсурдно как-то, вот, другие люди, это вот как будто бы вот эти вот маленькие лилипуты, и их слова, ну, по сути, они никак не должны вас касаться, а они вас касаются, и вот вы закрываетесь, и, ну, куда скрыться этому гульверу, он такой огромный, понимаете, вот такие вот образы я вам рисую, чтобы вам понятнее было, как вам поступать, да не закрываться, не закрываться, идти, не обращая внимания на то, что говорят, ну, здесь как раз-таки шут и выпал, да, то есть вот обнуление, да, иногда с юмором, просто смейтесь, смейтесь над собой, сама ирония, вот, вообще переворачиваете все в шутку, да, там, если вам говорят, например, ну, какой-то такой, ну, нелепый, либо там, я не знаю, глупый или еще что-то, да, конечно, я глупый, и вы пришли к глупцу послушать, вот что-то такое, переводите все в юмор, в шутку, да, обнуляйтесь, не кричит, понимаете, здесь упала пятерка мечей, не конфликтуйте, вам не нужно кому-то что-то доказывать, да, вам не нужно кому-то что-то объяснять, идите, знаете, вот, не знаю, почему-то мне этот образ пришел, этого гулливера, идите своей дорогой, да, то есть, моська тявкает, а слон идет, вот вам как-то так, пускай люди говорят, вы идите дальше, почему, потому что на самом деле вас ведут, и это ваш путь, и вот только из-за своего, вот этого ложного восприятия себя, вы свой путь, свое развитие тормозите самостоятельно, потому что обращаете внимание, то на моську, то на эти клелепутов, то на еще кого-то, а время идет, то есть вы должны были уже давно-давно идти, и быть дальше, быть выше, как-то так, а вы вот как будто бы, не то, что здесь застреваете, а здесь как-то, как бы это объяснить, это вот как будто бы вас тормозит, понимаете, вы обращаете внимание на, вот как будто бы муха летает вокруг вас, вот так вот отмахиваетесь, и тратите на нее время, не обращайте на нее внимание, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, игнорируйте, почему, потому что выпадает аркан справедливости, говорящий о том, что вы защищены, и если вы считаете, что вас кто-то обидел, поступил с вами несправедливо, вы не должны взаимодействовать с этим человеком, да, как бы, вот сейчас я тебе докажу, нет, есть высшие силы, которые за вас все объяснят этому человеку, все рассказывают, то есть понимаете, когда человек приходит к вам с мечом, он и от меча, и погибнет, погибнет, но не от вашего меча, да, то есть ему бумеранг прилетит, так или иначе, вам для этого делать абсолютно ничего не нужно, поэтому вам говорят, здесь высшие силы, на самом деле, очень классно, мне кажется, совет о том, что идите своей дорогой, занимайтесь тем, чем вы занимаетесь, не обращайте внимания на все отвлекающие вас факторы, потому что вы под защитой все, что вам негативное делается, есть свыше силы, которые все это уладят, поэтому не расстраивайтесь, если вы, допустим, где-то считаете, что вот я где-то оказалась жертвой, нет жертвы, безнаказанным никто не уйдет, если он взаимодействовал с вами каким-то образом, то есть наказание будет обязательно, не переживайте, если вам это важно, не переживайте, просто занимайтесь своим делом, вот такой вот у нас был первый расклад, первая позиция, жду ваших комментариев, это был зелененький камешек, а мы с вами переходим к позиции номер два и красному камешку, так, давайте посмотрим, значит, первый вопрос, первый вопрос, почему для вас важен вопрос границ, а здесь, знаете, либо вы проходите какой-то вот кризис, либо здесь какие-то у вас есть проблемы, сложности, либо сейчас вы как-то определяетесь с каким-то своим выбором, да, то есть вы определяетесь, что вам дальше делать, куда вам нужно дальше двигаться, здесь идет ощущение того, что как будто бы, ну, во-первых, огорчение, сожаление, утрата, о каких-то потерях, здесь очень много эмоций, да, идет, с чем связаны эти эмоции, как-то с развитием, с построением чего-то, да, что-то вы как-то хотите, либо выстроить, да, что-то такое стабильное, либо здесь идет вопрос непосредственно ваших способностей, да, то есть вы как будто бы здесь определяетесь со своим дальнейшим путем, вот куда вам нужно дальше выбор, пойти, здесь определяетесь с ценностями, да, то есть вы как будто бы думаете, да, что вам дальше делать, хорошо, а почему здесь важен вопрос границ, то есть я не понимаю совсем, а потому что здесь у вас есть потенциал, потенциал, здесь, понимаете, здесь нету какой-то определенности на данный момент, да, какая-то тайна, и она связана с тем, что либо что-то уже завершено, либо наоборот, вам нужно как-то расширять то, что вы уже имеете, хорошо, о чем здесь вообще потенциал, границы, здесь как будто бы знаете, здесь идет процесс ваш внутренний, и границы это ваши внутренние, то есть здесь ощущение того, что если по первой позиции мы рассматривали взаимодействие с внешним миром, то здесь вы как будто идете, углубляетесь внутрь, у вас, то есть там идут как будто бы экстраверты, но с какой-то вот, с каким-то уклоном, да, в интроверсию, то есть они вроде бы позитивные, открытые, и, казалось бы, должны быть более, как-то взаимодействовать с миром, а они больше интровертны, то здесь идет абсолютно другое, что вы как будто бы сами по себе интроверт, но вот ваше взаимодействие с миром, оно идет через внутреннюю постройку себя, понимаете, здесь как-то так, хорошо, а почему это сейчас стало важно? Потому что время пришло, понимаете, потому что стали вмешиваться какие-то силы, силы небесные, какие-то судьбоносные, когда идет вот переоценка ценности, очень глубокая, когда идет перерождение, здесь не то, что у нас идет потенцированция, например, по смерти, естественный процесс, когда что-то одно отмирает, а что-то другое рождается, нет, здесь идет очень глубокое такое понимание, да, именно вот как при клинической смерти, когда человек на долю секунд умирает, и он рождается, и, как правило, это люди всегда возвращаются к жизни в другом эмоциональном состоянии, они как будто бы смотрят на мир иначе, да, они уже не суетятся под земной, какой-то вот мирской деятельностью, а им важно уже что-то действительно более такое глубокое, духовное, внутреннее, то, чем они наполнены, здесь вот как будто бы у вас путь был какой-то бездуховный, да, путь, в котором, возможно вы акцент больше делали на материальное, а здесь как будто бы у вас идет перерождение внутри вас, какой-то вы знаете пересмотр, пересмотр ваших взглядов здесь идет, понимаете, здесь идет одновременно и глубина, и вот как будто бы реконструкция вас самих внутри, вы как будто бы ощущаете, да, вот здесь у кого-то походка поменялась, мне показывают сразу, ну, как будто бы стали иначе ходить, это можете заместить по тому, как у вас стоптаны туфли, обратите внимание, допустим, раньше они были стоптаны внутрь, да, а сейчас как-то, допустим, нам больше акцент на внешние части, да, стоп, здесь вот кого-то походка, каблуки у кого-то стертые, вот левый, левый внешний угол, ну, неважно, здесь вот ощущение того, что вы действительно как будто бы родились заново, я не говорю о том, что вы уходите от материи, потому что мы всегда говорили, допустим, троечкам о том, что нужно, у меня почему-то здесь тройки кажутся, хоть это вторая позиция, но мы тройкам всегда говорим, что нужно найти баланс между духовным и материальным, здесь не про то, что вы снова уходите в духовность, нет, а здесь про то, что вот вы как будто бы, знаете, копнули очень глубоко и стали понимать какие-то вот законы того, как устроен наш мир, да, то есть вот как-то здесь масштабно все пошло, да, здесь пошло развитие, здесь вот у вас произошла переоценка вашего мировоззрения, да, то есть вы как будто бы, ну, вот ощущение того, что вот вас вывернули наизнанку, да, как бы это объяснить, то, что я чувствую, вот, есть какая-то детская игра такая, ну, она как пакетик такой, наполненный какой-то жидкостью, и вот ты его хочешь схватить, а он скользит, и он как будто бы выходит из твоих рук, и каждый раз, когда он выходит, ну, вытекает, убегает, он как будто бы выворачивается наизнанку, вот здесь вот у вас что-то такое произошло, и поэтому вы как будто бы переродились заново, но это еще можно сказать, что вы, допустим, вышли на другой уровень, да, и вот на этом уровне, где вы были, вы это все узнаете, вам все уже понятно, а потом вдруг открыли глаза, и вы смотрится на мир абсолютно иначе, вроде бы все то же самое, почему-то как-то это все смотрится иначе, и вы понимаете, что вы на другом уровне, и надо заново с нуля научиться адаптироваться в этом, то есть, допустим, в первом классе вы адаптировались, и вы знали как, а вы пришли в второй класс, вроде бы та же самая школа, да, тоже учебники, те же процессы, но это второй класс, вам уже нужно адаптироваться к другому, здесь вот как-то такое, и у вас как будто бы заново уже идет, ну, произошло вот это вот мировоззрение, иное другое почему тогда вопрос границ важен здесь а потому что вам важно теперь защищать вот то что для вас ценно сейчас потому что вы будете выстраивать свой фундамент заново и поэтому вам очень важно на этом новом уровне знаете вот защитить отстоять то что для вас ценно то есть изначально например если вы познакомились с новым человеком выстраивайте новые отношения не нужно с ним устраивать так как вы выстраивали заранее то есть изначально отстаивайте свою точку зрения изначально говорите человеку как вы хотите что вы хотите например если раньше вы ознакомились вам кто-то был симпатичен да вы как-то влюблялись и как будто бы вы уже в отношениях то сейчас этого делать не нужно нужно уже изначально проговаривать как вы хотите что вы хотите не нужно закрывать глаза на какие-то недостатки другого человека нужно все проговаривать здесь изначально надо отстаивать то что ценно и важно для вас потому что здесь понимаете вы уже стали каким-то образом но вы одержали победу одержали победу она чем вы одержали победу и на что-то новое вы одержали победу над тем что вы вышли вот смотрите вы вышли здесь королева мечей вы как будто бы вышли из своего вот этого вот некой такой отстраненности холодности да вы уже идете боли боли как можно сказать тепленькими да в этот новый мир и у вас уже есть желание да вы уже не такие агрессивные вы уже не ждете подвоха от всего вы у вас открытые глаза на мне говорю что вы как-то вот остерегаетесь нет вы уже идете с добротой ощущение на том что вот вы идете с миром я говорю здесь другой уровень абсолютно и поэтому вот на этом уровне вам важно ну как будто бы вам дали второй шанс в этой жизни я не знаю почему я про это говорит второе освещение может быть действительно кто-то перенес какой-то клиническую смерть но либо метафорический смерть не вот вам дали шанс второй шанс на жизни вот здесь очень важно для вас сейчас стало правильно все выстроить неправильно в рамках социума или вашего мировоззрения а правильно так чтобы вам было комфортно удобно чтобы не вы подстраивались а чтобы вы как-то вот взаимодействовали здесь вообще не про компромисс здесь вообще не подстраивание а здесь про про ту как-то вот по-новому как будто бы вы прилетели на новую планету и вам нужно на этой новой планете как-то научиться жить и вы учитесь на основе тех правил которые есть на той планете они то что вы перенесли с собой земли понимаете о чем я говорю я очень надеюсь что вы понимаете потому что я не совсем так для чего мне границы для чего вам нужны границы ну вот как раз таки чтобы взаимодействовать на равных с людьми понимаете чтобы не было вот этого вот ощущения что мной пользуется да меня не уважают меня не ценят что я как нуждающиеся здесь ощущение того что вы с позиции нуждающегося стали в позиции над но не в контексте что я теперь тебе в отмеску сделаю то что ты мне сделал нет позиции того что вот стали ценить здесь какая-то узнаете вот гордость что ли уважение к себе проявилась и и вы уже идете ощущение того что вот что-то вам дали какую-то ценность на в том время когда человек очень хотел чего-то да и вот он выиграл большую сумму денег да и он теперь может себе позволить все здесь вот ощущение того что мы дали этот шанс и вам позволили быть кем вы хотите и дело все что вы хотите и вы это осознаете и вы понимаете вы не торопитесь ну то есть допустим если у вас какая тайна сумма есть денег да и вам можно выбрать любой автомобиль да во все по карману вы не торопитесь вы не бежите брать первые попавшиеся да вы присматривайтесь к одному другому время у вас есть деньги у вас есть зачем вам что-то соючиться и куда-то бежать вот здесь вот такое состояние для того чтобы уйти от вы оставили здесь позади то над чем вы работали и трудились я говорю вы это оставили уже позади дать и семена которые вы взращивали вы это оставили позади а к чему вы пришли а у меня здесь немножко не так потому что вопрос был поставить для чего мне границы для того чтобы наоборот для того чтобы не оставить вот то на чем вы трудились до над своей ценностью себя над пониманием себя и не попасть снова в какие-то страхи в какие-то ограничения и бездействия то есть чтобы не вернуться к тому привычному своему образу жизни в рамках и ограничениях да вы четко понимаете что вам нужно заново заново все выстраивать вы для этого вам нужны чтобы не бояться чтобы не было вот этого вот страха так хорошо следующий вопрос я надеюсь я объяснила да вы не запутались что я хочу защитить своими границами а попасть или от кого что вы хотите все подвину сюда что вы хотите защитить каждый раз говорю себе что будет все в порядке да буду раскладывать и так вот аккуратненько и каждый раз у меня одна карта на другой что вы хотите защитить своими границами или от кого вы хотите защитить свои новые идеи то куда вы пришли вы хотите защитить свой я говорю вы хотите защитить свой новый мир тот который вы выстраиваете тот понимаете вы достигли чего-то для себя какой-то новый мир то чего вы хотели вы собрали себя по кусочкам и вы пошли в новое вот это вот вы хотите сейчас защитить о чем говорит мир он говорит о короле мечей да вот вы опять таки видите повторно на повторе идут карты говорят то что вы хотите защитить себя скорее всего чтобы снова не пойти вот какое-то вот отдаление до в какое-то расстояние чтобы снова не попасть вот это состояние когда вы ждете до находите в каком-то ожидании ничего не происходит то есть вы выстроили да то как вы выстроили до что вы сделаете вы вложились по полной теперь вы как будто бы ждете результата результата того что должно произойти это с одной стороны а с другой стороны вы наоборот боитесь не то что боитесь вы не хотите снова вернуться к тому сценарию который у вас был вы защищаете себя от во первых от внутреннего своего эгоизма а во вторых от внешнего эгоизма здесь кто-то может реально защищать себя от какого-то короля мечей а человека достаточно жесткого да то есть вы бережно к себе уже здесь относитесь вы себя защищаете от людей которые могут причинить вам боль могут вас ранить от эгоистов вы защищаетесь вы уже пошли причем знаете вы еще защищаетесь если это не люди то от своих каких-то размышлений от того что вот вы погружались ничего не делали были в созерцании вот вы от этого уже защищаетесь то есть вам пришла же какая-то идея вы хотите сразу реализовать сразу попробовать сразу сделать опытом почему потому что вы понимаете что так вы тратите очень много времени на свои какие-то суждения это была ваша ментальная ловушка здесь еще не того что вы поняли и осознали свою ментальную ловушку что не нужно думать а нужно просто действовать и в процессе вы сообразите да что пошло не так что можно изменить то есть вместо того чтобы о чем-то думать и размышлять лучше действовать хорошо смотрим дальше переходите ли вы границы других людей нет нет вы не тот человек который будет переходить границы других людей на самом деле почему потому что вы четко осознаете единство с людьми насколько важна совместная работа да то есть каждый человек приносит свой какой-то вклад то есть каждый человек для вас является каким-то дополнением и наоборот когда у вас нет взаимодействия с другими людьми но вы чувствуете некую такую нехватку некое такое опустошение то есть ощущение того что вы прям прекрасно понимаете что другие люди вас каким-то образом развивают да то есть они как зеркала вы через них смотрите на себя и здесь понимаете дело в том что вы прошли какой-то вот возможно опыт болезненный да и вы теперь не переходите границы потому что вы понимаете как это больно да когда вам допустим переходит ваши границы и вот это вот понимание да она дала вот эту вот чистоту да когда вы ну прежде чем что-то сделать вы ставите себя на место другого человека и понимаете как ему может быть больно да и поэтому не не причиняете боль другому человеку не переступает его границы потому что у вас есть опыт как это было у вас то есть вы не хотите сделать другому то как делали вам ранее хорошо а как вы видите идеальное состояние своих границ то есть как для вас этот идеал знаете когда все такое достаточно по правилам по законам именно не материального мира духовного да когда вы понимаете вот у вас есть идеальные границы когда есть некое такое единение да то есть вы понимаете несучи много духовности есть очень много мудрости и глубины и поэтому идеальный для вас границы это те которые основаны на духовных каких-то правила когда вы четко понимаете что вы являетесь вот поэтому вы так и обращаетесь другими людьми что вы являетесь зеркалом для другого человека на то есть то что посеял той и пожнешь и вам не нужно знаете что-то делать да как-то причинять боль другому человеку вы понимаете и четко знаете что ему придет бумеранда ваша задача лишь отразить ему показать другому человеку то чем он наполнен то есть у вас вот если говорить там магическим языком дата у вас стоит зеркальная защита да вот для вас идеальная защита это зеркала может быть прямом смысле я не знаю если вы практикой ставите зеркальную такую защиту когда отражаете человеку если он к вам с добром и вы к нему с добром если он к вам с ножом то вы ему не идете с ножом а вы показываете как зеркало что он держит в руке и человек увидев этот нож он пугается то есть он понимает да то есть вы ему не причиняете более вы ему отражаете его внутреннего демона словесно а потому что вы понимаете что вот здесь вот ощущение на самом деле что границы не нужны у вас такое вот идеальное понимание что границы не нужны потому что мы все друг другу служим да ну вот здесь вот очень высоко нравственные какие-то понятия да то есть меня никто не может ранить почему потому что даже если кто-то это сделать ко мне вернулся мой бумеранг за какие-то мои прошлые действия я это принимаю здесь вот какие-то вот такие вот суждения идут хорошо а это ваше идеальное восприятие да таких границ а как на самом деле обстоят дела то есть вы так понимаете а на самом деле а на самом деле границы ваши с одной стороны они наполнены любовью да но здесь понимаете здесь какая-то вот пассивность присутствует то есть вы видите так людей да что вот все по справедливости по высшим законам и так далее и так далее а люди видят вас какую-то вот пассивность некую до что вы как будто бы не трудитесь на ничего не делаете для того чтобы защитить себя почему они так увидят но потому что они видят вас какой-то такое знаете некое спокойствие мне очень напоминает здесь прям картинка такая родилась когда сидит мудрец и там о чем-то медитирует и либо вот у него в руке маленький ножичку что-то там вырезает из дерева какую-то деталь куда и вот как будто бы в него льется словесный словесная грязь от других людей а вот как будто бы никак не реагирует да и люди не понимают то есть ну а ты в принципе что ты делаешь то есть ты ничего не делаешь тебя ругают тебя хаят тебя грязью обливает а тебе как будто бы все безразлично но вам это безразлично почему потому что вы понимаете да как устроен мир и какие у вас границы да на самом деле что их нету они не нужны но люди вот на самом деле нам вопрос было какое оно на самом деле вот это вот ваше состояние бездействия некая такой умиротворенности некой спокойствие никого спокойствие и гармонии почему потому что здесь есть ощущение того что когда нужно вы будете действовать то есть вы лишний раз не 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 будете совершать лишних тела движения если вы не посчитаете что это нужно и это ценно и так вообще нужно делать но и здесь вот как будто бы знаете есть в окультных знаниях до в доктринах иногда говорят что любая доктрина она сама себя защищает она не нуждается в некой такой защите и знание не надо скрывать и все такое и особенно если это какие-то духовные высокие знания причина заключается в том что вот каждая доктрина каждое знание они работают на самозащите в контексте чего в контексте того что они звучат очень вибрационно высоко и не каждый человек может понять смысл этих знаний только при условии если он до них дорастет да и по вот исходя из этого появляется вот это вот понимание что данное знание до доктрина она сама себя защищает почему потому что не каждый ее поймет то есть прочитать мудрый текст могут все а понять не все то есть да да расти до этого не все смогут это здесь нужно кроме знаний иметь и опыт и более широкой такой вот диапазон восприятия мира и вот здесь вот в вашем случае она примерно вот что-то такое на энергетически что-то такое то есть люди не понимают им к что вот вы ничего не делаете а у вас есть как раз и вот это вот понятие вот этой доктрины то есть зачем мне что-то делать если это все идет допустим от света от единства от бога так от чего я защищаюсь от света то есть если надо меня защитят то здесь какая-то вы знаете вот вера такая мощная и она действительно срабатывает вашем случае ну по крайней мере давайте я посмотрю не очень хочется посмотреть а срабатывает ли вот это вот ваше состояние убеждения да расрабатывает почему потому что вы как будто бы одеваете маску разные маски то есть если если кто-то что-то в чем-то вас обидит и он обидит только лишь вашу роль если допустим кто-то к вам обратится он обратится к носителю имени кем вы являетесь ну то есть то что вы являетесь на самом деле вас ранить не может вот здесь вот такие понимаете высокодуховные какие-то понимаю то есть вас ранить вашу душу никто не может могут ранить только ваше эго ту маску которой вы одеваете вы это понимаете а другие люди это не видят ну конечно здесь надо еще дорасти до этого дела как я воспринимаю текущее состояние своих границ ну вот вы звезда да вот понимаете есть то что вы на сцене да а люди вам аплодирует вы некая такая звезда вы певица либо человек который вещает передает какие-то знания да и им восхищаются это ваше восприятие до границ что ну да вас никто не дотянется вам могут только бросать цветы к вашим ногам и причинить боль вам никто не может то есть помидорами вас не закидают вас закидают только благодарностями и прекрасными розами это ваше восприятие границ на мы же говорим уже высокодуховный человек а на самом деле здесь не так совсем да люди вас иначе воспринимает а давайте посмотрим ваше текущее состояние на самом деле а на самом деле я же говорю вот люди вас воспринимает вы действительно то есть я не говорю что у вас есть вот это вот разделение но просто ваше восприятие и видение мира она действительно расходится с реальностью ведь действительно высоко вибрируете для многих людей и тем самым становитесь непонятным потому что здесь выпала вот эта вот карта некой такой боли да то есть на самом деле ваше текущее состояние вы как будто бы вот понимаете как будто бы одеваете вот эти вот маски разные роли и свой себя настоящего не показываете а настоящий вы он израненный настоящий вы он как будто бы вот вы придумали я же говорю здесь чувствуется какая-то фальшь да есть вот именно понимаете понимаете как бы так сказать фальшь заключается в эго то есть вы ваша это чтобы его не ранило чтобы его не обидела она придумала себе вот этот вот сценарий некой такой вы духовности мы все едины а но так и есть но не на нашем уровне понимаете не материально материальном уровне этого единства у изначально нет потому что эта площадка она предполагает некий такой рост она предполагает уже некое такое несовершенство которое нужно исправить то есть на других уровнях до именно творение самого творца там может быть да там может быть все идеально но в теле да когда изначально в материальном мире уже есть некие искажения уже есть тега уже есть некое неравенство и вот в этом мире быть таком знаете высокодуховным ну вам придется нелегко я не говорю что это неправильный путь но вам придется нелегко и отсюда вот эти вот раны и отсюда вот эти вот боли на почему потому что нужно а тот цвет который вы несете в этот мир вам приходится сталкиваться с очень многими болезненными ситуациями потому что вас не понимают люди ну не того уровня и сейчас на самом деле вы стали выстраивать границы вы уже отвернулись да то есть смотрите какая разница вот это как видите вы на то есть повернутые к людям до цветы и здесь все такое а это как видит вот как на самом деле вы смотрите здесь абсолютно разные фигуры повернуты здесь женщин абсолютно обнаженная израненная да здесь у него шея видно венки и так далее и так далее а то есть она закрыта она отвернута но внутри себя то она чувствует на на высоте то есть здесь получается так что внутри ваше восприятие вашей души на то что вы есть источник он действительно высокий светлый но в мире материи до вам приходится нелегко меня то здесь этот свет он отовсюду преломляется через деформируется и искажается и вам сложно как-то проявить себя понимаете не знаю насколько я сложно объясняю и вот но здесь вы какие-то такие ощущения хорошо чему вам нужно научиться чтобы гармонизировать свои взаимодействия с внешним миром на на здесь серьезные такие на самом деле уже не очень серьезные такие на самом деле уже не очень уроки до 1 карта говорит ангела другая карта называется пророк то есть ну во первых вам нужно понять для чего ваша душа вообще выбрала этот этот урок это это воплощение да потому что здесь ангел он сохраняет как тут знаете вот обнимает маленькую девочку да как будто бы под защитой и вот это вот не случайно то что вы ощущали да то что я говорила как будто вы под некой такой невидимой защитой на находитесь до защиты света а либо вам нужно но вы действительно находитесь под защитой я посмотрю на темный потому что здесь слишком высокие вибрации чему вам нужно научиться а пророк у нас говорит о сама сама как она называется самосовершающиеся пророчества да которая вот то что предсказали так она и будет и это будет только потому что вы находитесь под защитой то есть вам вот это понимание нужно прийти к этому пониманию но она у вас есть такое ощущение что вот она его на уровне бессознательного но у вас уже прописано хорошо чему вам нужно научиться так здесь предательство выпало и гнев то есть вот смотрите вы на самом деле да вот внутри у вас действительно вот это вот светлое да все присутствует духовно высокодуховно которым я говорила до понимания но есть подавленные какие-то эмоции чувства до непосредственно связаны с предательствами у вас есть чувство гнева то есть некая такой границ агрессии вот это вот агрессия происходит тогда когда вы у вас действительно вас переступает ваши границы и вам вот это вот нужно научиться управлять своим гневом почему здесь понимаете здесь как будто бы у меня идет некая такая вот двойственность на протяжении всего расклада то есть то что вы есть внутри не соответствует внешнему миру сейчас я попробую сказать вам иначе а у вас есть понятие того что образ приведу так понятнее быть представьте что вас самый дорогой дом и есть газон и при этом нет никакого забора и вы живете счастлива и у вас достаток у вас все прекрасно и все двери у вас открыты и люди проходят на и они смотрят на ваше счастье у них и появляется зависть у них появляется агрессия у них появляется все вот эти вот всплывают их демоны потому что они смотрят на ваш света и этот ваш свет он проливает и просто пробуждает в них вы и в их демонов и здесь получается что вы как будто бы вызываете эту агрессию вашу сторону это одна часть мира и тогда люди хотят вот перейти на ну то есть зайти на вашу площадь там цветы и срезать там камнем вам побить да получается так что вы своим вот этим светом вызываете агрессию и негатив других людей вашу сторону и здесь суть заключается в том что не надо провоцировать людей то есть то что у вас происходит выстроить эти границы вам они не нужны почему потому что у вас нету понятия вот этого вот негатива вы находитесь в единстве свете вы светлый человек понимаете у вас нету вот этого негатива и вы на мир смотрите через свою призму что я хорошие все хорошие поэтому ко всем надо с добром а люди то есть я не случайно скажу что на земле не так есть вот это вот искажение до преломления света а и вам нужно выстроить эти границы не для того чтобы они нужны вам а они нужны другим людям чтобы скрыть не потому что вы что-то такое негативное будете скрывать за этими границами нет а за то чтобы не провоцировать других людей агрессировать вашу сторону почему потому что каждый раз когда вы их провоцируете они так или иначе хотят вам показать ваше несовершенство и они начинают допустим бросать камни до стекла разбивать конечно же вы будете раздражаться ну то есть я никого не обижала мне взяли в доме и стекла разбили как вы будете вы пробуждается вас этот гнев но на самом деле что я хочу сказать что это вы спровоцировали выстроить и границы правильные не подпускать туда никого не не разрешайте людям и топтать ваш газон до подглядывать за вашим счастьем и богатством изобилием и так далее и так далее и тогда вот если вы вы строите границы тогда этого никто не будет видеть и вам тогда будет спокойнее понимаете потому что вы со своей духовственной духовностью нравственностью воспринимаете мир таким каким чем вы наполнены внутри но мир не такой вот и не то что вы защищаетесь от этого мира а вы просто не провоцируете не знаю насколько я вам понятно это объяснила почему потому что вот этот гнев он вас все равно пробуждается так или иначе ваш гнев и вы сами себе отдается объяснение ну типа я же моральный человек у меня не должно быть этого демона да я не я не должен гневиться и вы его подавляете вот эти вот свои эмоции а они у вас пробуждаются только тогда когда ваши границы кто-то пересекает а вы их не умеете ставить вы их не строить свои границы я же говорил вы смотрится на мир на единство все мы в единстве все мы друг друга помогаем вместе мы живем в одном мире и все хорошо но это не так и поэтому вас предают потому что проще давайте я вам скажу вы слишком чистые вы слишком наивные вы слишком доверчивы и когда вот это вот частота ваша она не совсем уместно то есть вам нужно понимать где уместно быть таким человеком с какими людьми а где нет а выше со всеми одинаковые и вот тогда вас начинает придавать и тогда для чего для того чтобы вам показать что слишком ты уж такой как бы сказать высокодуховный нравственный а сейчас я тебе покажу что все-таки ты не такой белый пушистый все-таки в тебе есть что-то такое черное только ты это подавляешь понимаете здесь вот в чем двойственность заключается да что как будто бы иногда вы за этой моралью за этой правильностью за этой нравственностью вы скрываете то что очень действительно глубоко есть внутри вас и когда ваши границы нарушает тогда вот это вот ваши внутренние демоны которые так или иначе есть материальном мире они пробуждаются что-то много здесь сказала хорошо идем дальше кто ли что вам поможет вот здесь вот как раз таки карты показывают до осушить вот вам не осушить а наоборот полить вашим вот вам не хватает эмоций да вам не хватает вот так сказать вот двойственность здесь знаете в чем заключается допустим в религия говоря да что нужно допустим воздержание да какая-то некая такая аскеза и с одной точки зрения да именно с духовностью там и развития ты понимаешь что каждое желание да она вызывает некую привязанность к этому веру до любые желания они вызывают какую-то боль ожидания и так далее то есть порождает какие-то эмоции да то есть все по сути как говорится горе от самих желаний это одна точка медали и вы ее принимаете и вы ее понимаете но с другой стороны вы же все-таки находитесь в теле вы находитесь в этом вот именно материальном мире вы не находитесь где-то в духовном на другом уровне а в материальном мире вам хочется любви а в материальном мире вам допустим хочется секса а условно говоря, религия твердит, что секс это нехорошо, это порочно, это я пример привожу, да, вот и у вас получается так, что вот вы себя настолько загнали вот в какие-то рамки, что вот вам единственные эмоции, которые есть на данный момент это страх, а вам хочется разнообразия, вам хочется чего-то чувствительного, пускай даже порочного, но вам это хочется и у вас идет некое такое столкновение, что хочется и запрет на это, вот вы себе запрещаете по причине некой такой духовности, что это не нужно, вы себя ввели в некую такую аскезу и на данный момент да, вы наполнены какими-то страхами может быть из детства вас так учили, да, вот как нужно, как правильно и вы уже не умеете, да, вы не знаете, как по-другому, вы не умеете себе разрешать, вот именно каких-то плотских, таких, знаете, вот эмоциональных здесь воды не хватает, эмоций не хватает, радости счастья, ну просто от того, что знаете, может быть, вот всю, всю жизнь допустим, ну, вы были толстые, да у вас было много лишних килограмм и вы с огромным трудом сбросили эти килограммы, и теперь вы достаточно худой человек но страх остался, что вдруг я вернусь вот к тому прежнему образу жизни да, я снова поправлюсь и вы себе запрещаете, даже четмилы запрещаете, даже, казалось бы вот маленький кусочек тортика, чтобы себя порадовать, просто не для того, чтобы вы целый торт съели и объелись, понимаете здесь не про это, но вы себе это то есть вот из-за страха того, что вы как будто бы вернетесь к этому состоянию, вы себя ограничиваете вот, и вам вот этого не хватает очень много таких вкусностей, каких-то вот маленьких житейских, и вот вам поможет сейчас, да, на данный момент как раз таки, вот, чтобы сгармонизировать вот эти вот два состояния, да, здесь аскеза ограничения, а здесь наоборот единение, но здесь много таких вот энергий, то ли вас разные люди здесь смотрят, да, то ли здесь очень много энергии, я не могу понять, но вот здесь вот поможет, как будто бы место, на котором вы находитесь, полить водой, да, чтобы все зацвело потому что высохли и сушили очень много правил, очень много долг очень много всего, чего вы себе не разрешаете, и очень много страхов здесь остается, да, вот хотя выход есть, поэтому что вам поможет, вот больше эмоций вам поможет больше как-то, знаете, чувствовать себя я не знаю, женственнее хочется, да как-то вот мудрее то есть не соответствовать тому мировоззрению, которое вас вселили, либо вы себе придумали а соответствовать вашему состоянию ощущения того, что вот вам хочется свою мудрость выпустить наружу, понимаете, вот здесь вам хочется некого такого полета души, вам здесь вот хочется уже перестать воевать перестать отстаивать, перестать изменять этот мир, в конце концов здесь вот такое ощущение, что вы стараетесь его изменить, вы стараетесь даже себя изменить, пускай даже не мир, да как-то вот себя облагородить лучше сделать, не делайте это вот это вот вам поможет вот это вот вам поможет да, вам поможет, во-первых, выйти от своих каких-то мыслей, идей то, во что вы верили, потому что вы стали заложником, понимаете Вот здесь вот ваши мысли, ваши сценарии, то, что вы прокручиваете в голове, вы стали заложником этого, и вам стало страшно, поэтому вам поможет высвободиться, да, смерть вам поможет, вот перерождение, закончить, завершить, оставить. А что вам мешает? Давайте посмотрим взаимодействовать с миром гармонично. Вот ваши рамки, вот смотрите, то, что я говорила, да, вот дерево и вот заборы, вот вы как будто бы вылетаете наверх, да, ну дерево-то вылезло, а есть рамки, которые вас сдерживают. Вот эти вот рамки, это рамки нравственности, это рамки того, как, здесь вот у меня такое ощущение, что вот, допустим, кто там жил-жил своей жизнью, а потом неожиданно узнал, что есть, например, ведическая какая-то философия, и он стал ее изучать, и стал ее применять, и стал одевать вот длинные юбки, там, воздержание, там, еще что-то, еще что-то, но это не его природа, понимаете, вы этому соответствуете, и это неплохо. То есть сама философия, как таковая, она неплохая, но когда вы придерживаетесь, вот прям точно по всем буквам, это, это не ваше, понимаете, и вы идете в разрез того, что, то есть вы хотите, а вот это надо, вы хотите, это надо. Ну, это пример, да, я не говорю, что там, веда это что-то такое плохое, нет, я хочу вам показать пример того, что когда вы не разобравшись с чем-то, а просто начинаете слепо доверять и верить, и соответствуя тому, что не является вашей природой, у вас так или иначе потом будет протест, понимаете, у вас будет некий такой бунт. Что вам мешает? Вот это вот понятие, да, которое вы получили, возможно, от своей семьи, да, какие-то вот рамки, что можно, что не можно, да, из поколения, поколения вам, возможно, твердили, как нужно, что нужно, да, что нужно отстаивать, все. И вот вы ушли вот в этого отшельника, да, в этого мудреца, в этого человека духовности, просто почему? Потому что это побег. Вот здесь вот карты говорят о том, что вы на самом деле, поскольку вы хотите наслаждаться этим миром, а вы не можете, вы себе запрещаете, вы убежали из этого мира и пошли вот в мир духовный, вы его себе придумали, потому что там вам проще, да, это вот как будто бы ваш уровень, и вы отрицаете, то есть то, что я не могу иметь, и мне легче это отрицать, да, это не мое, ну, материальный мир, наслаждение, удовольствие, это не мое, потому что вы себе не можете позволить. И вы убежали для себя вот в этот вот мир мудрости, мир знаний, мир развития, допустим, пускай у меня не будет новой одежды, юбки, но я заплачу за какой-то курс, да, пускай я не поеду куда-то отдыхать, зато вот я купила там, я не знаю, книги великого психолога, я буду изучать, понимаете, что я хочу донести, почему я говорю о двойственности, да. Хорошо, как же вам поступать все-таки, когда чувствуешь, что твои границы нарушены, у вас здесь границ вообще нет, чтобы вы понимали, как вам поступать, когда вы чувствуете, что, почувствовали, что ваши границы нарушены? Как вам поступать? Вот эта вот карта, я не знаю, насколько видно, будет вот сидеть девочка, да, на лавочке, а у нее шарик, а в шарике там замок нарисованный, да, вот как вам поступать? Как раз-таки вот не нужно делать этого, то есть уходить в какие-то мечтания, да, вот она здесь такая у тебя прилежная, да, не дотрогай, я такая хорошая, я вот в своем мире, не трогайте меня и так далее, и так далее. Как вам нужно поступать? Вот так вот поступать не нужно, то есть не нужно убегать, когда нарушает ваши границы, не уходите, не закрывайтесь. Вот смотрите, опять-таки, да, девочка на маленькой, на Пегасе, да, Пегасе это олицетворение, с одной стороны силы, а с другой стороны божественное животное такое, светлое, то есть вы уходите, ауч, в духовность, меня наказали, и ударилась. Кто-то из вас подумал, что ты там говоришь, да, наверное, или они, меня наказали, я благодарю. Как вам поступать, да, не убегайте, не убегайте в свою духовность, а наоборот постарайтесь, сейчас я посмотрю, что сделать, а наоборот постарайтесь, а наоборот постарайтесь, поясните мне здесь солнце. Здесь, скорее всего, знаете, понять выбор другого человека, что иногда люди хотят взять то, что им не принадлежит. Люди хотят взять больше, чем они могут унести с собой, понимаете. То есть, как бы вам рассказать, что здесь нужно, почему мне так сложно вот в этой позиции, не знаю, потому что здесь идут такие состояния, тут слишком посвышенные. Здесь вам нужно понять, как будто бы, да, мотивы других людей. То есть, здесь, знаете, здесь не нужно вам, наверное, обижаться и закрываться от других людей, да, и как-то себя винить и говорить, вот я еще вот это должен чему-то научиться, да, тогда я смогу дать отпор, потому что я буду умнее, я буду знать. Нет, здесь не про это, а здесь про то, что вот вам нужно понять, что другой человек, он совершает какой-то свой выбор. И у каждого человека есть эгоизм, да, и вот здесь вот люди, допустим, если они с вами не очень хорошо обошлись, то это почему-то вот они какие-то вот израненные, да, и они чувствуют некий дефицит. И они к вам обращаются, да, потому что они находятся в каком-то дефиците и хотят взять больше, чем им принадлежит. Здесь вот ощущение того, что вот это как будто бы ваше внутреннее состояние, да, то есть почему вас люди обижают? Потому что здесь ощущение того, что вот вам, возможно, чего-то не хватает. То, что вот я говорила, да, не хватает вот удовольствия, не хватает наслаждения, вот этих каких-то материальных благ, да, и вы уходите в духовность. И вот здесь вот ощущение того, что и люди, которые к вам приходят, они вот такие, да, в некой степени они проявляют эгоизм своей вот бездуховностью. То, что берут больше, чем им нужно, да. То есть вот этот вот страх, что дефицит, что мне не достанется, давай возьмем там три полки колбасы, потому что завтра не может быть. Вот это вот какое-то союзное старое такое мышление после военного какого-то пространства, да, когда все время был дефицит, был недостаток. Вот здесь вот ощущение того, что вам не хватает эмоций, да. И люди, которые к вам приходят, они вам это хотят показать, что на самом деле ты израненный, да, ты берешь из-за страха то, что тебе не принадлежит, но при этом ты должен понимать, что вот действительно мир изобилен. То есть то, во что ты веришь, да, то, что ты внутри себя говоришь, что мир изобилен и так далее, так далее. Ты должен в соответствии с этим и действовать. А здесь получается, что вы это верите, а в реальном мире вы не соответствуете и не действуете. Почему? Потому что мир-то он не такой, нету соответствия. Вам карта здесь рекомендует, знаете, вот опять-таки не бездействовать, да, вот здесь вот четверка кубков, она говорит о том, что пока ты спишь, да, и в своих грезах как-то совершаешь вот эту вот бурную деятельность, да, тебя нету в настоящем мире. И там идет загнивание, то есть то, что ты делал в реальном мире, оно не дает своих плодов. Почему? Потому что твой фокус, он перенаправлен в мир грез, в мир какой-то вот тонкий план, то есть ты все время находишься на тонком плане. А здесь в материальном мире ты забываешь за собой ухаживать, ты забываешь себя купать, ты забываешь себя кормить, забываешь себя расчесывать, потому что тебе духовность важнее, нежели материальный мир, и у тебя идет перекос. И поэтому, когда ты там в своих грезах, здесь отмирание, и здесь ты тем самым позволяешь вот этим всем червям заходить в тебя, в твое тело, потому что его не охраняет никто, тебя там нету. И то есть ты приглашаешь любую нечисть в свою жизнь, да, незваных гостей, пока ты чем-то другим занят. И вот говорят вам как раз-таки про то, что вот все карты говорят о том, что не нужно убегать, а быть наоборот вот в этом материальном мире. Хорошо, как же это что? Это темные исцеляющие твое. Как же вам поступать, да? Ну то есть побольше вам нужно быть в материальном мире, проще говоря. Свобода от забот. Свобода от забот. Вот вам хотелось бы, чтобы вы были свободны от вот этого вот тела, от этих забот, от этих трудностей. Сложно вам быть в теле, очень сложно быть в материальном мире. На, вот здесь вот депрессия, да, не уходите в депрессию. Как вам поступать? Да не уходите, да, не расстраивайтесь и все такое. Ну как же все-таки стоит поступать? То есть здесь карта показывает, чего вам делать не нужно. А что делать нужно, не показывает, понимаете? Что же вам нужно делать? Опять-таки показывает о том, что вот вы находитесь в неком таком совершенстве. Может быть, вам и нужно оставаться в этом. Ну вот опять. Мечи, да, в размышлениях. Хорошо, что же нужно делать, когда границы нарушаются? Дьявол, который искушает вашу душу, да. То есть вам нужно просто, наверное, понять, что это дьявол, который искушает ваше состояние внутреннее, да. Дьявол, который проверяет вашу душу. Ну вот так скажу, да. То есть вам нужно понимать, что когда кто-то на вас нападает, это просто некие такие проверки, да. Проверки чистоты вашей души, коль вы такие вот чистые, духовные, возвышенные, да. Здесь идут проверки, здесь идут искушения. Да. Здесь идут искушения именно вашей силы, воли. Да, насколько вы верите тому, тому мировоззрению, да, которому, который вы себе придумали, да. Здесь вот именно как раз таки сила. Аркан силы выходит, да, сила воли. Хорошо. Не сказали нам напрямую, не знаю почему, прям разные колоды взяла и конкретно на самом деле ни одна колода нам не сказала, как поступать. Ну или по крайней мере я не поняла. Если вы поняли, а я не поняла, то напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что, ну на самом деле такое может быть, потому что я же говорю, а для меня эти состояния, они все абстрактные. Это для вас, вы примеряете на свою ситуацию, вам понятно, а для меня это некие абстракции, состояние которых я собираюсь соединить. Ну что, мои дорогие, я напоминаю, что следующая пятничная акция будет на следующей неделе, не в эту пятницу, а на следующей. Вы можете заранее присылать мне заявки, вся необходимая информация, о чем угодно. Она есть в описании к любому моему видео. Все, если что вам необходимо, пишите мне на почту, либо подписывайтесь на мой инстаграм. Там я достаточно активна, я рекомендую вам приходить, потому что там иногда я провожу такие спонтанные прямые эфиры, в которых могу что-то делиться, могу писать статьи. Если вам интересно, приходите, я буду очень рада. А я с вами прощаюсь до новых раскладов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok